В эфире Большие Вести и мы продолжаем выпуск. ФБР ищет источник Викиликс в американских спецслужбах, который сдал хакерский архив ЦРУ. Разоблачение тотальной слежки за людьми с помощью телефонов и даже телевизоров в правительстве считают намного серьезнее, чем скандал со Сноуденом. Кстати, экс-сотрудник АНБ уже назвал документы подлинными, а действия разведки опасными. Кибервзломщики, по его мнению, создают уязвимые места в американской технике, которыми может воспользоваться любой хакер в мире. Репортаж Валентина Богданова. Разоблачение от Викиликс это 8761 документ, который портал неведомым путем получил из Центра киберразведки в Ленглии. Утечка ввиду масштаба, ей даже присвоили имя собственное, нулевой год, ошеломляет. В ЦРУ способны следить за всеми с помощью десятков устройств, без которых немыслима жизнь современного человека. Мозг системы пять скрытых серверов прослушки. В числе помощников, как обычно, британская разведка. С ее помощью ЦРУ проникала и в эполовские смартфоны, и в те, что работают на базе Android. Никакое шифрование, не помеха. Если надо, хакеры правительства США дистанционно включат на запись iPhone без ведома хозяина, дадут приказ, проникнут в систему управления беспилотным автомобилем, будет распоряжение, заберутся в антивирусную программу или станут шпиони через умный телевизор Samsung. Владелец думает, что он выключен, а тот не только пишет разговоры в комнате, но еще и отправляет в Ленглии через интернет. У меня была возможность изучить эти документы. Они связаны с хакерской аппаратурой. С ее помощью ЦРУ взламывает устройства, которые мы используем каждый день. Чтобы добраться до содержимого устройств, ЦРУ находит так называемые уязвимости нулевого дня, которых неизвестно даже самим создателям аппаратов. Успешно перехватываются сообщения из, казалось бы, защищенных мессенджеров, например, Telegram или Signal. Раскинуты ЦРУшные сети по всему миру. Одна из заморских баз в Германии. Классика жанра. Киберспецназ засел в американском консульстве, расположенном во Франк-Уртинамайне. По документам все они техперсонал, но если прижмут, имеется и дипломатическое прикрытие. В общем, даже проделки АНБ, про которые рассказывал Сноуден, меркнут на этом фоне, и ЦРУ коллег, утверждает Викиликс, превзошло. Сам Сноуден в правдивости информации, кстати, не сомневается. Факты показывают, что ЦРУ и ФБР знали о катастрофических уязвимостях в самых распространенных смартфонах в США, но держали их открытыми, чтобы шпионить. На Капитолийском холме тоже отреагировали. Сенатор Маккейн договорился до того, что связал Викиликс с Россией. Ход в стиле тех же ЦРУшных хакеров, которые, как изначально повелось в их головной организации, не гнушаются и операциями под чужим флагом, чтобы, если понадобится, грамотно свалить на других, например, опять же, на Россию. При таком размахе простому пользователю мало на кого остается надеяться. Вы не можете доверять сторонним провайдерам, особенно хранилищам данных в интернете, чтобы защитить свои файлы. Если вы все же воспользуетесь такими хранилищами, то вы можете стать жертвой подобных взломов, которые происходят ежедневно не с сотнями, а с тысячами и даже с миллионами пользователей. По данным Washington Post, газета ссылается на тех, кто знаком с ситуацией. Викиликсовская утечка ошеломила американских чиновников. А ведь это была только первая публикация, значит, размер ущерба от дальнейших можно только прикидывать. Уже подключилась ФБР. В бюро начали разработку плана охоты на неизвестного крота. Как уверены в Вашингтоне, хакерам со стороны хакеров, работающих на американское правительство, разоблачить было бы не по силам. Валентин Богданов и Виктор Казаков. Вести США.